Сегодня православные из всего мира отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников. Верующие нередко называют его Пасхой Богородицы. С раннего утра белореченцы отправились на богослужение в храмы района. В самом центре Свято-Успенского храма установлена украшенная множеством живых цветов икона с изображением скончавшейся Девы Марии. В День Успения Пресвятой Богородицы верующие празднуют победу в вечной жизни над смертью. Большой праздник. Наверное, каждый русский православный человек должен ходить в храм хотя бы по большим праздникам. Я почитаю Божью Богородицу. Божью Матерь почитаю. У меня в этот день мама умерла. И правнучек рождается в этот же день точно. Ему сегодня пять лет. Само название праздника происходит от слова «уснуть». Именно сном Богородица назвала свою предстоящую смерть. Согласно преданию, Мария дожила до 72 лет. О кончине она была оповещена архангелом Гавриилом. Богородица захотела проститься с апостолами. И они, находясь в разных странах, удивительным образом почти все оказались в Иерусалиме. Марию похоронили в пещере, где лежал прах ее родителей. Погребение Богоматери сопровождалось чудесами. От прикосновения к адру слепые начинали видеть. Калеки становились на ноги, бесноватые избавлялись от одержимости. А через три дня тело Богородицы из пещеры исчезло. Остались только благоухающие похоронные ризы. Православные веруют, что Господь воскресил Деву Марию и вместе с телом вознес на небо. Ведь вечером в окружении ангелов Матерь Божия явилась апостолом и сказала «Радуйтесь, я с вами во все дни». С тех пор с просьбами о помощи и поддержке к ней обращаются верующие во всем мире. Мои родители хотели ребенка, я молилась. И у нас родилась. Как назвали? Ксения. Будем молиться и просить Богородицу о мире, согласии, любви. Это мой лучший этот праздник. О любви к людям, к Богу, потому что Бог в каждом из нас, душа наша. Душа – это частица Бога. Наталья Пирс, Станислав Васильев. События и люди.